привет друзья с вами снова джинлав и в этом видео мы поменяем английские надписи на русские и уберем ненужные ссылки с нашего сайта и так сначала я покажу что мы будем менять давайте нажмем на какую-нибудь нашу страничку чтобы у нас она открылась на нашем сайте и вот здесь мы видим что тут написано you are here то есть это означает вы здесь и что мы сейчас сделаем мы поменяем эту надпись на русскую пропишем здесь по-русски you are here как это сделать смотрите вы берете просто это выделяете и копируете вот или просто можете запомнить это название далее мы возвращаемся в панель управления нашим сайтом далее наводим на внешний вид и нажимаем на надпись редактора смотрите теперь здесь очень внимательно все делайте в точности по шагам потому что есть тут ошибиться сайт может перестать правильно работать и так поехали я тоже буду следовать по шагам так посмотрел и нажимаем на вот такую надпись бред храм hp но вот это вот надпись нажимаем сейчас нажали теперь смотрите мы на открывшейся странице находим ту надпись you are here видим да вот она у нас you are here и далее вот вот одна когда начинается нас двоеточие вот это вот все выделяем и стираем и здесь пишем по-русски свою надпись вы здесь все прописали эту надпись и по краям вот тут у вас останутся такие кавычки то есть ту надпись вы стерли эту надпись прописали теперь спускаетесь вниз и нажимаете обновить далее открываем новую вкладку и открываем наш сайт далее нажмем еще на какую-нибудь любую страницу чтобы у нас открылась страница любая в принципе и видите сразу изменилось написано вы здесь смотрите смотрите вы можете здесь прописать и как угодно да я прописал как чистый перевода вы здесь также можно еще поставить сюда двоеточие если хотите то есть что было как раньше вы здесь поставим сюда двоеточие нажимаем обновить все обновили еще раз вернемся сюда давайте откроем какую-нибудь другую страницу например тюнинг и тот же посмотрим да вот написано надпись вы здесь все по-русски все с этим мы завершили пойдем дальше что мы будем делать еще я смотрю следующая ясно давайте посмотрим что мы будем менять и так протягиваем и вы протягиваем вниз и смотрим видите здесь есть 12 а потом надпись next next отозначает следующая следующая как бы страница нажмем допустим двоечку опять посмотрим и тут написано превьюз то есть предыдущий вот эти вот две надписи мы сейчас поменяем чтобы они были у нас на русском и так опять смотрите просто либо берете отсюда вот так вот копируйте эту надпись либо просто запоминаете нажать копировать либо просто запоминаете и и все далее возвращаемся в наш редактор и сейчас я скажу куда будет дальше нужно нажать я тоже посмотрел смотрите протягивайте вниз и нажимаете на надпись вот это вот loop loop-nav.php нажимаете на эту надпись loop-nav.php нажали и у нас вот открылась эта страница где написано loop-nav.php теперь смотрите делаем следующее вот вот за место этих английских слов нам надо сейчас прописать то что нам нужно я сделаю таким образом вот тут я нажму то есть смотрите вот это вот надпись я заменю словом назад а надпись next я нажимаю на заменю словом вперед вот таким образом сделаю я дальше смотрим сюда и все так же делаем за мной вот здесь вот прописывайте следующие данные ставите палочку вот именно где я показываю вот тут ставите палочку стираете вот это вот слово стерли и пишите здесь надпись назад вот здесь где написано next ставите палочку стираете и пишите надпись вперед далее смотрите возьмем и обновим файл обновили вернемся на наш сайт и также здесь обновим страничку чтобы посмотреть произошли ли изменения да изменения произошли есть теперь по русски надпись вперед давайте нажмем на двоечку и посмотрим также появилась по русски надпись назад теперь давайте зайдем в какую-нибудь страницу например выбираем цвет авто зайдем в нее и посмотрим здесь одну маленькую запись смотрите здесь мы также видим тоже по английски есть внизу надписи next post и previous post их мы тоже поменяем то есть на русский язык и так поехали возвращаемся сюда и здесь пишем вот именно теперь где я показываю вот тут вот next post где двоеточие стоит вот ставим палочку между буквой т и двоеточие стираем и пишем здесь надпись по-русски следующий пост далее где превьюс также ставим палочку между двоеточием и буквой т стираем это все до кавычки и тут пишем предыдущий пост прописали далее протягиваем вниз и также нажимаем выдавить файл теперь вернемся на нашу страницу и также здесь обновим страницу чтобы посмотреть наши изменения и все все изменилось показывает теперь у нас здесь предыдущий пост и показывает также здесь следующий пост то есть следующий пост это если мы нажмем на эту надпись у нас откроется следующая запись а это предыдущая запись смотрите также мы здесь видим еще такие вот английские записи и надписи и также мы их здесь изменим сначала я посмотрю где это у нас находится так посмотрел запомнил все ясно теперь возвращаемся нажимаем сайт и смотрите здесь протягиваем вниз протягиваем вниз и находим такую надпись шаблон загруженного видео файла находим такую надпись нажимаем на нее именно шаблон загруженного видеофайла а ниже написано контент видео php нажимаем у нас открылась такая страница и теперь нам нужно найти следующую слово А найти нужно именно вот это слово. Posted in. Именно это слово мы сейчас найдем. Спускаемся вниз, протягиваем. И вот мы видим это слово. Posted in. Ставим полосочку здесь. И стираем его. И прописываем здесь такую фразу. Прописываем фразу «Опубликовано в». Здесь пишем на фразу такую «Опубликовано в». Все, и прописали эту фразу. Потом мышкой наводите сюда, куда-нибудь кликаете, протягиваете вниз немножко. И потом нажимаете «Обновить файл». Смотрите, давайте теперь еще что-нибудь изменим. Мы здесь видим такую надпись «Command Arc Closet». И дальше идет тоже по-английски надпись с ссылкой. Давайте ее сейчас удалим полностью. Итак, зайдем в нашу панель. И теперь... Сейчас я посмотрю сначала. Все, я посмотрел. Возвращаемся. Стягиваем вниз. И здесь нажимаем следующую надпись. А именно нажимаем надпись «Commands-Error.php». Нажимаем на нее. Нажали. Теперь ставим палочку здесь, после точки сразу. И перед кавычкой выделяем все это. И стираем. И у нас остаются вот по краям просто две кавычки. Все делайте в точности, так как я показываю, чтобы у вас сайт не поломался и не было никаких ошибок в работе сайта. То есть все, стерли чисто эту надпись. Дальше ставите... Кликайте сюда куда-нибудь, в серое поле. Спускаетесь вниз и нажимаете «Обновить файл». Обновили. Теперь вернемся на нашу страничку. И давайте нажмем «Обновить страницу». Все, сразу заметили, что у нас произошло изменение. То есть этой надписи нет. А теперь давайте продолжим делать другие изменения. Вернемся вверх. И нажмем на нашу главную страничку. Смотрите, спустимся вниз. И мы видим здесь три такие странички. И в каждой страничке внизу есть такая кнопочка. «Ряд море». «Ряд море», «Ряд море». В переводе на русский это означает «Читать далее». Давайте сейчас мы это тоже поменяем и пропишем здесь свое русское слово. Например, слово «Не читать далее», а просто «Подробнее». Если хотите, можно прописать «Читать далее». Итак, перейдем в нашу страницу. Далее стягиваем вниз. Стягиваем вниз. И нажимаем на надпись «Основной шаблон». «Индекс PHP». Нажимаем на нее. Далее смотрите. Вот сразу видно вот здесь вот эта надпись «Ряд море». Вот она вот здесь указана у нас. Вот она здесь. Ставите галочку, палочку здесь. Теперь просто это стираете. Стираете. И прописываете либо «Читать далее» фразу, либо «Подробнее». Мне больше нравится фраза «Подробнее». Я пропишу ее. Также можно прописать большими буквами. Потом кликаю в серое поле куда-нибудь. И стягиваю вниз чуть-чуть. И нажимаю «Обновить файл». Обновили. Теперь давайте вернемся на наш сайт и обновим страницу. И вот таким образом наша английская фраза поменялась на нашу русскую. «Подробнее». Все. Это мы сделали. Итак, я посмотрел. И дальше мы будем удалять одну надпись с ссылкой. Смотрите, когда мы спустимся вниз нашего сайта, спустимся вниз, то мы здесь видим такую надпись и здесь такую ссылочку, да? Переход. Они нам на сайте не нужны, и мы их сейчас удалим. Что мы для этого делаем? Мы берем, заходим опять сюда и спускаемся, спускаемся вниз. и видим такую надпись под вал. «Footer.php». Нажимаем на нее. Дальше. Протягиваем. И дальше все повторяйте в точности за мной. Ставите палочку здесь и выделяете вот по этой части этот код. Выделяете. Либо просто стираете его, да? По одной циферке. Либо просто берете и выделяете. Я предпочитаю выделить и потом нажать «Стереть». Стерли. То есть «Delete». Все, стерли. Остальное все у нас должно остаться таким образом. Потом, смотрите, мы ставим палочку вот здесь и где видим надпись «Copy.riched». Тоже ее стираем по буковкам и прописываем такую надпись «Все права защищены». Все. Прописали. Здесь. То есть все должно быть выглядеть так же, как у меня. Спускаемся вниз. Кликаем в серую область. Потом спускаемся вниз. Нажимаем «Обновить файл». Обновили. Далее возвращаемся на свой сайт и обновим страницу. Обновили. Все. Наша основная надпись исчезла. И у нас внизу, как мы видим, осталась надпись «Все права защищены». Буквка «С» и 2015 год. Это пускай останется. Это подтверждение наших прав на наш сайт, что здесь все хорошо у нас. Смотрите. А сейчас мы сделаем следующее. Вот есть наш сайт. Давайте откроем какую-нибудь страницу. Любую. Нажимаем на нее. И мы видим здесь вот такую вот ссылку. Кликнем сюда и сотрем несколько символов. Несколько букв. Сотрем. И пропишем сюда какие-нибудь другие английские буковки. Любые. И потом нажмем Enter. Открылось что-то у нас внизу. Опускаемся вниз и смотрим, что открылась вот такая вот надпись. Not found. То есть нет такой страницы, нет такой записи. И сейчас мы ее тоже поменяем на русский язык. Я сейчас проведу такой же пример со своим сайтом для того, чтобы выбрать ту фразу русскую, которая лучше всего подходит. Я просто забыл, а сейчас мы это сделаем и сделаем подобно этой фразе. Нажимаем сюда. Ставлю сюда палочку. Просто тут у меня хороший пример, как прописать эту фразу по-русски. То есть мы пропишем таким же образом, как у меня на моем сайте. Напишем ошибка 404-страница не найдена. Ниже пропишем к сожалению нет контента по данному адресу. И точку поставим. Итак, поехали. Вернемся сюда, потом вернемся на наш сайт. И смотрите, сейчас мы опускаемся так же вниз и нажимаем на надпись error.php на вот эту вот надпись. Нажимаем. Смотрите, вы здесь вот будем прописывать. А сначала я перейду на свой сайт. Вы просто смотрите и запоминайте либо запишите это название. Я это просто скопирую и вернусь сюда. Смотрите, ставите палочку, где надпись есть noting found. Ставите палочку и стираете до кавычки, чтобы по краям у вас остались кавычки. И прописывайте вот такую вот фразу. Ошибка 404-страница не найдена. Прописали. Дальше. Я опять же спущусь сюда к своему сайту. и скопирую эту фразу. Копировать. К сожалению, нет контента по данному адресу. Я скопирую вернусь сюда. Вы просто запоминайте и делайте все так же. Смотрите, также ставим палочку после точки до кавычки. Здесь кавычки еще у нас есть. Выделяем все это и стираем. И прописываем эту фразу. К сожалению, нет контента по данному адресу и по бокам у нас тут остаются такие кавычки. Далее кликаем в серое поле, протягиваем вниз и нажимаем обновить. Обновили. Дальше вернемся на свою страницу на вот эту вот и нажмем и нажмем обновить страничку. И вот у нас прописывается эта фраза. Ошибка 404. Нет, страница не найдена. К сожалению, нет контента по данному адресу. Все, мы основную всю работу сделали и давайте еще раз я все перепроверю. Нажму блок новостей, нажму запись любую и проверю одну английскую фразу. Потому что она сразу у меня не поменялась и я это запомнил. Спущусь вниз. Да, она также не поменялась. Posted int. Смотрите, иногда такое бывает, что мы делаем изменения, но они у нас не меняются. В этом нет ничего страшного. Даже если у вас такая становится надпись, в принципе ничего страшного. Либо она со временем, то есть когда еще раз несколько раз сайт перезагрузится, она у вас обновится. Главное, чтобы мы все сделали правильно. Вернусь сюда, посмотрю, все ли мы прошли. Так, удалили ссылку, удалили с футера, поменяли на turnfout, поменяли, 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 поменяли. Отлично. Значит, это все, что я хотел сделать вместе с вами в этом видеоуроке. Увидимся в следующем видео. С вами был Джин Лав. Пока.